МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2 февраля – день разгрома фашистов под Сталинградом. Репортаж с памятных мероприятий. Дело труба. Жителям горрозчика у Нальчики все-таки утеплили трубу отопления. Погода снежная, но это ненадолго. Горожан ждут небольшие заморозки. Но теперь обо всем подробнее. Сегодня 2 февраля – день воинской славы. Именно в этот день, в 1943 году, бойцам Красной армии удалось сломить сопротивление фашистов под Сталинградом. Победа советских войск над немецко-фашистскими войсками под Сталинградом – одна из наиболее славных страниц летписи Великой Отечественной войны. 200 дней и ночей с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года продолжалась Сталинградская битва. В течение первых четырех месяцев шли упорные оборонительные бои. Сначала в Большой излучне Дона, а затем на подступах к Сталинграду и в самом городе. За этот период советские войска измотали рвавшуюся к Волге немецко-фашистскую группировку и вынудили ее перейти к обороне. В последующие два с половиной месяца Красная армия, перейдя в контрнаступление, разгромила войска противника северо-западнее и южнее Сталинграда, окружила и ликвидировала 300-тысячную группировку немецко-фашистских войск. Сталинградская битва – решающая сражение всей Великой Отечественной войны. Эта битва ознаменовала начало коренного перелома, закончилось победное наступление немецко-фашистских войск, и именно после Сталинграда началось их изгнание с территории Советского Союза. И сегодня памятные мероприятия прошли в центре Рязани у Монумента Победы. Цветы к вечному огню в память о героически павших защитниках Сталинграда возложили ветераны Великой Отечественной войны, рязанские школьники и простые горожане. Минуты молчания собравшись и почтили память павших на полях сражений Сталинградской битвы. Для меня это день самый тяжелый, что я прошел всю Великую Отечественную войну. Там были вовсе самые страшные бои, жертвы большие. Поэтому я его вспоминаю всегда. А после Сталинграда уже было воевать легче, потому что мы не отступали, а наступали. Поэтому я этот день чту как великой праздник. А накануне стартовала студенческая акция «Сто дней до Победы». Ребята, учащиеся в рязанских вузах, поедут по боевым местам, будут помогать ветеранам Великой Отечественной войны, а также встречаться со своими ровесниками из районов области и проводить творческие встречи. Участвовать в университетской акции «Сто дней до Победы» собираются и студенты факультетов Рязанского госуниверситета. За оставшиеся до 9 мая дни, как руководство вуза, так и учащиеся, проведут много мероприятий как официального, так и неофициального характера. Однако все они направлены на увековечивание памяти о людях, которые своими боевыми и трудовыми подвигами позволили жить всему народу в мире. Я очень наблюдаю за телевизором и без конца вижу, каждый день передают. 17-летняя девушка вышла в 21 год. Тебя нашла в дому возьмите. Поэтому я вам не говорю, сколько мне лет, но, честно говоря, молодых-то любят все. Сегодня у нас проходит открытие мероприятия акции «Сто дней до Победы». Это крупное мероприятие, в рамках которой каждый факультет презентует свою программу, которая будет проводить к этой великой дате. Хочу сказать, что вообще мероприятие само по себе, оно не новое. Мы пробовали уже такой именно формат 5 лет назад проведения данной акции. Она прошла очень успешно и положительный опыт, собственно говоря, надо использовать. И в этом году мы решили вернуться к проведению такого формата мероприятия «Сто дней до Победы». В рамках акции «Сто дней до Победы» ребята собираются выезжать в районы области и там помогать ветеранам Великой Отечественной войны. Для меня данная акция «Сто дней до Победы» обозначает небезразличие нашего студенчества к Великой Победе в этой войне. И очень приятно, что каждый факультет обратил на это внимание и принимает активное участие в данной акции. Нынешнее празднование 70-летнего юбилея Победы, похоже, будет последним масштабным мероприятием для непосредственных участников Отечественной войны. К сожалению, ветеранов остается все меньше. Поэтому и лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» в нынешнее время становится актуальным и современным, как для российской молодежи, так и для всего нашего народа. А теперь к другим новостям. Переменчивая погода стала причиной серьезных автомобильных происшествий на дорогах Рязани и области. Сотрудники госавтоинспекции сообщают о нескольких ДТП, в том числе и со смертельным исходом. Подробности трагедии в репортаже Оксаны Тебенихиной. В связи с резкой переменой погоды в минувшие выходные на дорогах нашей области произошло сразу несколько серьезных происшествий. 30 января на 252-м километре трассы Москва-Астрахань 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 не справился с управлением. Его машину вынесло на встречную полосу. 22-летний житель Смоленской области, управляя автомобилем ВАЗ-2105 в условиях низовой метели, не учел дорожные и метеорологические условия. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Жигулей» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Аналогичная авария произошла 31 января в Крепиковском районе. 26-летний водитель автомобиля Ниссан Альмера, так же, как и в предыдущем случае, не справился с управлением. В итоге встречка, фура, кювет. Иномарку буквально зажало между кабиной большегруза и деревом. В результате столкновения оба транспортных средства съехали в кювет. Водитель легкового автомобиля получил серьезные травмы и был доставлен в Крепиковскую районную больницу, где спустя некоторое время от полученных травм скончался. В минувшие выходные сотрудники госавтоинспекции проводили традиционный рейд, направленный на выявление непрезвых водителей. 49 человек были задержаны дорожными полицейскими. Еще шесть подвыпивших автомобилистов отказались от прохождения освидетельствования на состоянии алкогольного опьянения. Только за первый месяц 2015 года с участием нетрезвых водителей было зарегистрировано 46 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибли и 17 получили травмы различной степени тяжести. Возвращаясь к вопросу погоды, только за утро понедельника с 7 до 10 утра в Рязани произошло аж 38 аварий. В связи с этим управление госавтоинспекции настоятельно рекомендует автомобилистам быть максимально осторожными, соблюдать дистанцию, не совершать резких маневров, выбирать максимально безопасную скорость, а также ни в коем случае не препятствовать уборке дорожного полотна. Рязанские полицейские сообщили о задержании группы граждан, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Как считают сыщики, эти люди причастны к выводу в теневой сектор экономики нескольких сотен миллионов рублей. С сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции пресечена противоправная деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности на территории Центрального федерального округа. По имеющимся оперативным сведениям, с января 2012 года злоумышленники осуществляли обналичивание денежных средств с использованием подставных юридических лиц, на счета которых на фиктивных основаниях переводились финансовые средства клиентов. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере от 1 до 5% от каждой банковской транзакции. По имеющейся информации, в теневой сектор экономики выведено несколько сотен миллионов рублей. В жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московского региона Рязанской области, проведены обыски. Изъяты печати фирм-однодневок, флешкарты с электронными ключами к системе банк-клиент, черновая бухгалтерия и другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы. По выявленному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Пятеро фигурантов задержаны в порядке статьи 91 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Оперативно-розыскные мероприятия направлены на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности продолжаются. Аризанские наркополицейские впервые в этом году уничтожили партию изъятых у наркодилеров различных дурманящих сознаний веществ. Рязанскими наркополицейскими была уничтожена первая в этом году партия наркотических средств, изъятых из незаконного оборота. 15 наименований ядовитых смесей общей массой 14,5 килограммов. 30 января сотрудники Управления наркоконтроля, а также Управления Росздравнадзора и Росприроднадзора провели очередное плановое уничтожение наркотических средств, которые были изъяты из незаконного оборота наркополицией. Наркотики были изъяты сотрудниками госнаркоконтроля в период с 2012 по 2014 год. Они являлись вещественными доказательствами по 22 уголовным делам, участниками которых стали 24 фигуранта. Преступникам по данным делам были назначены установленные законом наказания. От штрафов и обязательных работ до реальных сроков лишения свободы. И снова городским проблемам. На прошлой неделе в эфире нашего телеканала мы показывали видеоматериал о трудностях жителей дома по улице Гоголя. Это в Гороще. Там, напомним, жильцы были недовольны трубой отопления, которую коммунальщики почему-то забыли, как надо изолировать. И поэтому каждый год от испарений в подъездах и даже квартирах стояла повышенная влажность. Возле дома номер 13 по улице Гоголя на протяжении шести лет не прекращая шел пар из элеваторного узла. Сюжет об этом прошел в эфире нашей телекомпании на прошлой неделе. Дом насквозь пропитался влагой. Испарения проникали в квартиры местных жителей, которые, кстати, в большинстве своем являются пенсионерами. Пожилые люди круглый год задыхались в собственном доме из-за повышенной влажности. Шесть лет. Приходили комиссии, записывали, смотрели, уходили. Пар так вот валит, что стекла, даже вот видите, термометр замерз. Это же безобразие. У меня больное сердце, у меня сильная ритмия. Готовишь и открываешь, если проветрить, тут же пар валит в квартиру. Стена мокла, да. Отваливалась плитка, я ее приклеивала, чем могла. Письма с жалобами оставались без ответа. Но спустя неделю ситуация изменилась. Аварийная служба вдруг решила элеватор починить. Жители дома смогли, наконец, спустя шесть лет вздохнуть полной грудью. 29 января теплосеть исправила вот эту вот свою ошибку. Ну, заизолировать трубы пока не заизолировали. Сказали, что приедут, заизолируют. А в узле управления поставили новые задвижки. Там же было сыро. У соседки со сены там вся плитка отвалилась. Ну, вообще сыро, влага была. Там все сыро текло, в общем-то. Сейчас поставили новые задвижки. Как оказалось, проблема была вот в этом колодце. За годы эксплуатации он полностью забился песком и мусором. Еще сказали, что летом будут делать всю вот эту теплотрассу. Оказывается, можно было исправить ситуацию за считанные часы, вместо того, чтобы годами мучить людей. И сколько еще горожан живут вот так, в постоянном ожидании чуда. Видимо, платить деньги за коммунальные услуги стало для нас делом привычки. Мы уже и не надеемся на ответную реакцию. Но разве так должно быть? Напоминаем, что телефон информационной редакции и телекомпания «Город-70-0020» и «70-0021». Если у вас возникают какие-либо житейские проблемы, неудобства, либо вы стали свидетелем происшествия и хотите поделиться своей историей со зрителями, то звоните нам. И авторы программы «Время говорить» постараются помочь. Ждем ваших телефонных звонков. Сегодняшний первый понедельник февраля выдался для горожан не особенно морозным, зато весьма снежным. Конечно, это не прибавило радости автомобилистам. Пробки сегодня были внушительны. Однако, как говорят, у природы нет плохой погоды. Каждый год 2 февраля американцы и канадцы отмечают праздник – День сурка. Говорят, что традиция наблюдать за поведением вышедшего из норы сурка и делать долгосрочные выводы о предстоящей весне пришла к нам из глубокой древности. В горах Пенсильвании в США живет первый сурок-метеоролог, наблюдая за поведением которого люди делают выводы. У нас в стране суркам особенно не доверяют и праздник не отмечается. А вот денек сегодня действительно. Казалось бы, еще вчера ничто не предвещало зимы. Шел дождь, а оставшийся на улицах снег стекался в лужи. И вот уже сегодня утром вновь наступила зима. Да еще какая. Город буквально замело снегом. Словом, зима расстаралась. И если верить народным приметам, второй день февраля весну показывает. Не раз еще ждать нам поздних метелей. А что касается ближайших дней, то весна пока ушла в отставку. Нас ожидает пасмурная, временами снежная погода. А температура воздуха будет постепенно понижаться. Уже к пятнице достигнув вполне зимних 10 градусов мороза днем и порядком 13 ночью. В общем, лыжи и коньки пока вполне актуальны. Так что давайте наслаждаться последним месяцем зимы. Ну и, конечно, не забывать, что весна, она не за горами. И на такой художественной ноте сегодняшний выпуск информационной программы «Время говорить» подошел к концу. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии стал руководитель региональной организации «Деловая Россия» Владимир Моторжин. И речь в беседе пойдет о возросшем вмененном налоге для предпринимателей. А на сегодня это все. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин